Дорогие братья и сестры, я сейчас нахожусь в поселке Комунарка, и здесь буквально, развернув машину, два брата остановились, выпрыгнули как группа захвата. Вот, оказались братья из Чечни, нашего брата зовут Валит, рядом со мной, и вот с краю брат Ислан. Оказалось, что брат Валит работает фельдшером в Комунарке, вот в этом ковидном центре. Он, кстати, давайте вам покажу, вот за моей спиной, вот он там находится. И брат Валит рассказывает, что переехал из Чечни в Москву как раз во время ковида, и удивительно рассказал, какой он опыт получил, не только вот, но и другие ребята с Кавказа, и Дагестанцы, и другие кавказцы, работая вот в этот самый тяжелый момент в ковидном центре. Какой опыт получил, как медик, будучи фельдшером со средним образованием? Ну, это было, как бы, самое первое, самое сложное. Да. И те моменты, которые мы там получали, это для нас, как бы, было впервые, в такой практике, которой у нас никогда не было. То есть протокола лечения были новые, которые вы еще не видели? А насчет вот нового оборудования? Это уже отдельный вопрос, это, как бы, все на высшем уровне было. Хорошо. То есть какая-то новая техника, которой вы еще не владели, не видели ее, нашел. Как можно описать тот прогресс, который вот в опыте, в образовании получили на практике наши ребята кавказцы? Это, я думаю, что самая большая польза, когда они вернулись домой и дальше там развивают эту сферу и работают дома. Они уже, как, можно сказать, на ступень выше будут в своей процессе. Когда мне брат Валид рассказал об этой истории, я вспомнил нашего общего брата Саида Шейхова. Вы прекрасно его помните, это такой косматый чеченец, который был главврачом в клинике имплант. Так вот, он сейчас уехал, уехал на Кавказ и поработал в Москве, переняв, получив большой опыт, он теперь с этим опытом возвращается на Кавказ. То есть вот такая вот циркуляция, когда с Кавказа выбрасывается свежая кровь в Москву, ребята получают опыт не только в медицине, но и в бизнесе, и в управлении. Я знаю огромное количество ребят, которые с Кавказа приехали, получили опыт, а сейчас вернулись домой. Тот же самый близкий наш брат Расул Кубанов, который в адвокатуре здесь в Москве получил опыт, карачаевец, сейчас вернулся домой, является депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии. Другой наш брат из Ингушетии, Мохаммад Башир Гарчханов, один из лучших врачей сейчас в Ингушетии, получив опыт, вернулся домой и сейчас развивает свою клинику, свою частную практику на самом высоком. Я хотел братьям рассказать очень смешную историю, которая с нами приключилась, когда я учился в Питере в аспирантуре. Мы жили в общаге, это были 2000-е годы, еще шла вторая война в Чечне. Огромное количество чеченцев, огромное количество дагестанцев, знаменитое общежитие на кораблях на Васильевском острове в Питере. И чеченцы и дагестанцы радовались, что им бесплатно просто так ставят пятерки один из кавказских преподавателей. Он прямо говорил, кавказец преподаватель в СПБГУ, говорил, можете ко мне не приходить на уроки, я вам сразу ставлю пятерки. И наши ребята просто от радости прыгали, что вот, красавчик мужчина, вот так должен кавказец поступать. И я тоже этой истории радовался, пока не приехал в Москву, где мне другой наш земляк рассказал историю, что в дипломатической академии работал еврей-преподаватель и всячески говорил, особенно своим землякам, вы должны учиться. Ни один из вас через меня не получит просто так оценку. Иди, учись, и сдавай свои головы. И это меня заставило задуматься на долгие годы вперед. Ваши пожелания молодым землякам и своим сотрудникам, как и сам. Самое главное – это развиваться знанием, знание, главное – не забывать то, что с чем пришли, с чем будут жить. А основное – нужно развиваться, учиться и идти дальше, во благо своего народа, религии. Еще одну цитату приведу, еще один брат чеченец мне говорит, молодой парень. Мне, говорит, отец сказал, наш народ достаточно пострелял и доказал всему миру, что он умеет и воевать, и бороться за свободу, и отстаивать свою честь. Мы доказали, уже доказали это всему миру. А теперь, ваше поколение, докажите всему миру, что мы умеем лучше всех проводить операции, то есть спасать жизни, давать образование, строить города и развивать экономию. И чала вот с таким настроем, мы будем в жизни. Даракал, а вы как до скорых встречи. Слава Леониду.